Доброго времени суток! На связи Вуху и это третья часть туториалов по After Effects. Думал я, что она будет заключительной частью по основам, но мне нужно будет рассказать вам про 3D слои отдельно. А сегодня расскажу о работе с масками и точечным трекингом. Поехали! Итак, маски. Чтобы использовать маску, на панели инструментов выберите инструмент перо, либо нажмите клавишу G. Выберите нужный слой на таймлайне и создайте маску нужной формы. Удерживая левую кнопку мыши при создании точек маски, вы можете создавать плавные сплайны типа без Е. Вы можете перемещать и добавлять новые точки маски этим же инструментом. При зажатой клавиши Ctrl вы можете удалить ненужные точки. При щелчке по вершине с зажатой клавишей Alt вы сможете сгладить уже имеющуюся точку. Если вы щелкните инструментом не по контуру уже построенной маски, то начнется создание новой маски для этого же слоя. Перемещать вершины маски также можно с помощью инструмента выделения, клавиши V. Вы можете выделить несколько вершин, зажав клавишу Shift, либо зажать левую кнопку мыши и прямоугольником выделить несколько одновременно. Правда для этого нужно, чтобы хотя бы одна вершина была выделена. В противном случае мы лишь изменим масштаб или положение самого слоя. Также этим инструментом вы можете поправлять сплайны типа без Е. Если необходимо выделить всю маску, откройте выпадающий список слоя, затем маски, затем выберите нужную маску. Теперь двойной щелчок по любой из точек маски и появляется рамка, с помощью которой можно редактировать контур, будто бы это был отдельный слой. По завершении редактирования выйдите из режима, нажав клавишу Escape. Обратите внимание, рамка пропала, но все вершины маски по-прежнему выделены. Нажмите внутри маски, чтобы снять выделение с точек. Зачастую бывает так, что точки маски находятся очень близко от точек изменения размера слоя. И вместо того, чтобы изменить размер самого слоя, захватывается точка маски, которую нам трогать сейчас не нужно. Есть два варианта избежать этого. Первый – отжать кнопку «Переключить видимость пути и фигуры». Контур маски исчезнет, и мы не сможем случайно его задеть при своих дальнейших манипуляциях. Если же нам очень нужно, чтобы контур маски был виден, мы можем заблокировать конкретную маску, нажав кнопку замка напротив нашей маски. Контур останется видимым, но конкретно эту маску мы изменить не сможем, пока не отожмем замок. А теперь переходим к параметрам маски. Сначала рассмотрим режим наложения маски. Режим «Добавить» заставляет отрисовываться то, что находится в контуре маски. При пересечении двух масок ничего необычного не происходит. Режим «Вычитание» отрисовывает на слое все, кроме области маски. При пересечении также ничего необычного. Режим «Пересечение» заставляет отрисовывать только ту часть, которая находится в пересечении масок с таким режимом. Важно помнить, что если масок несколько, у каждой маски может быть свой режим наложения. При этом не забывайте о нужной последовательности масок. Например, в этом случае. Сначала мы вырезаем из слоя, затем добавляем, затем снова вырезаем. Если мы сначала все вырежем, затем добавим, смысла во второй маске не будет. Советую поэкспериментировать с этим. Также есть флажок, который инвертирует область маски. То есть маской становится область вне контура. Тоже полезен в отдельных случаях. Идем далее. Откроем выпадающий список нужной маски и увидим там параметры. Контур маски, растушевка, непрозрачность и расширение. Контур маски. Если анимировать этот параметр, то можно изменять контур маски со временем. Ключевые точки будут ставиться автоматически при изменении контура. Следующий параметр – растушевка маски. Сглаживает границы маски. Два числа отвечают за растушевку по горизонтали и по вертикали. Следующий параметр – непрозрачность маски. Регулирует видимость конкретной маски. И последнее – расширение маски. Позволяет увеличить или уменьшить область маски относительно контура. Маски могут использоваться не только для вырезания нужной области. Они могут использоваться по-разному, например, как траектория свечения – в плагине Saber от VideoCopilot. Теперь поговорим о трекинге. Чтобы перейти к настройкам, откройте вкладку «Окно» – «Инспектор». Выберите нужный для трекинга слой. Теперь у нас доступно четыре кнопки. Отслеживать камеру, отслеживать движение, стабилизировать деформацию и стабилизировать движение. По сути, все эти пункты связаны с трекингом. Различия следующие. Во-первых, режимы справа стабилизируют, а слева отслеживают перемещение. Стабилизация отличается от обычного отслеживания только тем, что автоматически применяется на слое, то есть стабилизирует сам слой. Во-вторых, режимы сверху – это 3D-трекинг, режимы снизу – точечный. Сегодня поговорим о точечном, ибо прежде чем говорить о 3D-трекинге, мы с вами должны будем понять, что из себя представляют сами 3D-слои. Нажав кнопку, мы переходим во вкладку «Слой». В этом режиме остальные слои не видны. И здесь вы увидите два вложенных квадрата и плюсик в центре. Это точка отслеживания. Плюсик означает центр этой точки. Внутренний квадрат – это отслеживаемая область. Внутри этого квадрата должно находиться что-то яркое и контрастное. Например, точка. Либо достаточно острый яркий угол. В зависимости от обстоятельств, размер отслеживаемой области можно изменить. Внешний квадрат – это зона поиска отслеживаемой области. Ее нужно увеличивать, когда необходимый объект движется очень резко, и отслеживаемая область полностью выходит из зоны отслеживания. Обратите внимание, что увеличивать эти области нужно только при необходимости, так как они сильно замедлят время трекинга. Итак, вы выбрали область. Чтобы начать трекинг, есть четыре кнопки. Две из них запускают отслеживание в автоматическом режиме вплоть до конца слоя на таймлайне. Либо до прерывания пользователем. Две другие позволяют проводить отслеживание по кадрам. Если вы видите, что область отслеживания перескочила не туда, либо возникла какая-то неточность, вы можете поправить эту точку вручную, выбрав ее на таймлайне и перевести квадрат в нужное место. Чтобы применить трекинг, я советую создать нулевой объект и применить трекинг на него. Для этого во вкладке «Инспектор» нажмите кнопку «Изменить цель», затем выберите созданный нами слой. Далее нажимаем «Применить», по оси «Х» и «Y». Далее «Ок». После этого нулевой слой будет повторять движение отслеженной нами области. Чтобы использовать ее, просто привяжите к нулевому слою нужной. Заметьте, что вся информация о перемещении продублировалась в нулевой слой и теперь не зависит от слоя, который мы отслеживали. Однако в случае необходимости можно вернуться к трекингу, для этого переключитесь обратно во вкладку «Слой». Обратите внимание на три выпадающих списка вкладки «Инспектор». Первая вкладка показывает название слоя, который выбран для трекинга сейчас. Второй список показывает текущую дорожку отслеживания. Дело в том, что на одном слое можно отслеживать несколько объектов. Для этого и существует раздел трекеров на дорожке. Чтобы создать новую дорожку, нажмите клавишу «Отслеживать движение». Далее тип дорожки «Стабилизировать» и «Преобразовать». В этих режимах используется одна или две точки. Если вы используете две точки, то сможете отследить еще и масштаб и поворот. Применяется такой трекинг точно так же. А теперь давайте посмотрим на пункты «Связывание точек отслеживания для определения параллельности» или «Перспективы». Эти режимы работают с четырьмя точками, а применять результат трекинга надо непосредственно на нужном слое. Эти точки впоследствии будут углами слоя, имейте это в виду. А теперь различия между этими режимами. Первый режим фактически отслеживает три точки, четвертый оппозиционируется автоматически. After Effect сам достраивает параллелограмм. Второй же режим отслеживает все четыре точки и нужным образом искажает плоскость. После отслеживания примените трекинг на нужном слое и вы увидите, что к слою добавился эффект «Привязка по углам». Но, к сожалению, он не всегда корректно работает с некоторыми эффектами. А вообще советую вам посмотреть такую программу-плагин, как Mocha After Effects. Она специализируется на планарном трекинге, то есть отслеживает не просто точки, а целые плоскости. Очень полезна и для ротоскопирования, то есть для создания масок для геометрически сложных движущихся объектов. По ней есть много хороших туториалов на русском языке. В следующем выпуске я расскажу вкратце о 3D-слоях и 3D-трекинге. И уже после следующего выпуска сосредоточимся с вами на выполнении конкретных задач. При их создании я не буду предварительно писать текст и монтировать записанные. Поэтому такие туториалы будут появляться чаще. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok